Приветствую всех заглянувших! Знаете, мне на ремонт обычно приходят ноутбуки разной степени ушатанности, и раз за разом я продолжаю удивляться до какого состояния владельцы могут доводить свои девайсы. Кто-то экран разобьёт, кто-то несколько клавиш с клавиатуры вырвет, ну и конечно же зальёт. Уверен, подобное уже не должно удивлять типичного мастера. Ну, в любом случае, при любой из этих сложностей, у ноутбука ещё остаётся шанс выжить. Окончательно и бесповоротно это всё убивает их довольно редко. Однако этот мир не перестаёт нас удивлять. И когда мне в мастерскую прилетел очередной заказ на работу с неисправным ноутбуком, я не ждал особого подвоха. Да и звучало изначально эта работёнка не пыльно. Грубо говоря, дети сломали ноутбук, и нужно просто перекинуть с него рабочие данные. Ну и по возможности починить, ибо на покупку нового у семьи просто нет средств. А заодно и предоставили даже съёмный жёсткий, чтобы на него перекидывать информацию. В общем, звучит довольно обыденно. Однако к тому, что мне в итоге принесли, я готов не был. Уверен, не будете готовы и вы. Ну, я даже не знаю, с чего начать. В конструкции этого ноутбука определённо есть проблемы. Да и вообще вы сами сейчас видите, в каком он состоянии. Похоже, он принял самую параболическую форму из возможных. И пострадало при этом абсолютно всё. И корпус сейчас, пожалуй, меньше из проблем. Пока что у меня не так много идей, с какой стороны подойти, поэтому начну с простого. А именно со сброса информации, за которую мне уже пообещали солидную награду. Это, конечно, может звучать удивительно, но вот этот ноутбук в семье довольно сильно ценился. Ибо это единственный их компьютер, на котором работали и взрослые, и играли с дети. Ну и, как понимаете, последний его в конец заиграли. Если верить описанию, то кто-то из детей на него неудачно сел. И, несмотря на то, что малой ребёнок, по идее, много не весит, ноутбука этого хватило. Однако, судя по всему, жёсткий диск не пострадал. Это, конечно, один из самых хрупких компонентов системы. Однако, похоже, вот эти железные страховочные рёбра его спасли. Во всяком случае, каких-то видимых повреждений на нём нет. И так-то да, диск всё же выжил. И даже смог подгрузить свою операционку в рандомный комп, на котором я теперь скидываю информацию. Так что, как минимум, одна из проблем прямо сейчас решилась. И пока всё это будет неспешно копироваться, у меня будет время детальнее оценить ущерб этого расквашенного Айсера. И, само собой, для этого его предстоит разобрать. Быть может, пострадало в нём намного меньше ожидаемого. Во всяком случае, и память вроде как целая. Так что, спасти из него какие-то ценные компоненты, думаю, получится. Если что, перед нами модель Айсер Эспайр И1, под маркировкой Q5WPH. Образца приблизительно 2012 года. Не самая производительная машина, однако достаточно надёжная. Ну, во всяком случае, если её пополам не разламывают. В них обычно ставили какие-нибудь двухпоточные пентиумы. Но данной модельке повезло больше. В ней уже воткнутым оказался Курай 3х4 потока. Хоть всё так же и без видеокарты. В том, что этот ноутбук никак не реагирует на запуск, теперь точно не может быть виноват чип видеосистемы. Его тут просто нет. Кстати, судя по всему, этот ноутбук уже не первый раз в мастерской. И прошлый сервисный центр оставил тут свой лейбл. Печально, наверное, смотреть на то, как убивают то, что ты так упорно пытался починить. Но на то и пикашный мастер, чтобы стойко переносить все те ужасы, что клиенты умудряются проделывать со своими девайсами. Итак, задние болты были откручены и теперь пора лезть внутрь. Уверен, первое, о чём вы сейчас подумали, так это о попытке вручную выпрямить каркас этого ноутбука прямо сейчас. Но, попадив вы в похожую ситуацию, я бы рекомендовал вам этого не делать. Здесь это работает не так, как с человеческими переломами. И конкретно в данной ситуации навредить может ещё больше. Так что пока просто делаем с ним то, что он позволяет, и попутно оцениваем, во сколько влетит будущий ремонт этой семье. Ну, матрица, очевидно, мертва, кто бы сомневался. А вот по поводу клавы, может, ещё и не всё потеряно. Во всяком случае, её клавиши они также не жалели. Но в любом случае, жопа уже откручена, так что можно пробовать снимать панель. И надеяться, что внутри ещё есть что-то живое. Забавно, конечно, но несмотря на все его проблемы, я по-прежнему стараюсь скрывать его аккуратно. Ничего не могу с собой поделать, уж я-то с техникой привык бережно обращаться. Но в любом случае, не похоже, что это сильно поможет. Итак, вот и погнутая клава. Примерный градус этого параболического изгиба вы можете вычислить, но посмеюсь делать оптимистическое заключение, что даже с этим всем она ещё будет в состоянии работать. Далее у нас тут дисковод. На удивление, не пострадал совсем. И похоже, моя появляющаяся по ходу разбора теория находит подтверждение. А суть её примерно такова. Дело в том, что материнская плата компактно расположилась лишь с одной стороны ноутбука. И с дисководом её отделяет перегородка. Ну и похоже, дико повезло, что раскол пришёлся именно на эту перегородку. То есть, есть шанс, что материнка целая. И в таком случае, я попробую этим шансом воспользоваться. Кстати, пока я его откручивал, успел пособирать на руки какую-то липкую дрянь. Судя по всему, этот ноутбук ещё и благополучно заливали чем-то сладким. Но, так или иначе, материнка перед нами. И да, всё же её заливали. Ну ладно, это пока меньшее из проблем. Раскол пришёлся именно туда, куда я предполагал. Так что эта выгнутость зацепила её не сильно. Серьёзно пострадала лишь в районе дисковода. Она тут буквально погнута, но хотя бы не треснута. Это уже даёт некоторые шансы. Матрицу отсюда теперь смело можно выбрасывать, она ему уж точно не понадобится. Однако от крышки её освободить всё же стоит. С неё тупо осколки сыпятся. Да и в конце концов, как только предстоит её менять, пересаживать предстоит ровно в тот же самый каркас с петлями. Так что всё же лучше упростить будущую задачу, что себе, что другому возможному мастеру. Мастерская солидарной, знаете ли. Да и плюсом ко всему, шлейф ни в чём не виноват. Пусть себе лежит тут и ждёт замены. Кто-то сейчас может решить, что этой матрице достаточно заменить отдельные элементы, дабы она дальше продолжала работать, а ремонт стоил бы меньше. Но похоже я вас огорчу. Растресканы тут абсолютно все слои. Пожалуй единственный, кто остался в живых, это светодиоды. Но так или иначе убитая матрица не должна мешать работе ноутом, если конечно жива материнка. А её живучесть прямо сейчас мы и попробуем выяснить. Попробуем подкинуть этого оборвыша к монитору, и быть может это семейство сможет продолжать пользоваться этим ноутом хотя бы с внешним монитором. Ну что ж, запускаем. Так индикаторы заработали, но картинки нет. И теперь они погасли. То есть загораются, работают и гаснут. Что ж, у меня примерно есть подозрение куда копать. И дело это пыльное и не быстрое. Надо бы сначала с клиентом условия обговорить. Ну а пока вы во всей красе можете оценить внутреннее убранство этого эйсера. Здесь действительно стоит Core i3. И действительно полностью отсутствует видеосистема. Плюсом ко всему он загажен, но это уверен уже никого не удивляет. Я залез сюда исключительно, чтобы оценить насколько пострадала система охлаждения. И она пострадала, потому что трубка погнута. В принципе конечно это не такая большая проблема, в конце концов она не треснула. Но определенные сложности с охлаждением теперь возникнуть могут. Так что если вернувшись в строй, он резко начнет перегреваться, теперь хотя бы отчасти будет понятен виновник. И вот теперь, более внимательнее изучив этого подранка, задайте-ка себе вопрос. Будь это вашим девайсом, стали бы вы его ремонтировать? В плане того, что матрица стоит пару-тройку тысяч и ее придется ждать. Затем вызванивать сдохшие элементы на плате. Это еще где-то пару кусков. Само собой восстанавливать корпус. И тут тоже ценник где-то от косаря. Ну и на крайняк менять охлад, если все же его погнутой скажется на температуре. Конечно, будь это единственным ноутом, желание его ремонта удваивается несмотря на ценник. Однако подобный ноут и на вторичке будет стоить тысяч пять. Те же самые пять тысяч, которые наш сервис запросил за его реставрацию. Звучит, конечно, немало, но у меня нет ни одного знакомого сервиса в городе, который взялся бы за такое дешевле. Однако даже эта сумма клиентов не устроила. Так что они попросили закончить с перебросом информации и просто вернуть им комп. А они уже сами найдут того, кто сделает дешевле. Ну что ж, хозяин-барин, как говорится. Во всяком случае, клавиатуру, корпус и крышку я уже выпрямил, насколько это было возможно. Это все за счет заведения. Да и вдобавок я уже заранее снял битую матрицу. И связал все провода со шлейфами, чтобы они никуда не делись и не порвались. Во всяком случае, более дешевому мастеру будет с этим ноутбуком теперь работать проще. Ну а я же свое вознаграждение за переброс информации получил. И в очередной раз показал вам, какую форму могут приобретать ноутбуки у небрежных владельцев. Так что берегите свои девайсы, народ. И до скорого.